В понедельник 10 июля православные христиане воспоминают обретение мощей преподобного Амбросия Оптинского. Он родился в 1812 году в Тамбовской губернии в семье священника и с самого раннего возраста проявлял особый интерес к духовной жизни. Обладал живым и веселым характером, добротой и остроумием. В 12 лет поступил в Тамбовское духовное училище, после которого стал обучаться в духовной семинарии. Родители видели в сыне продолжателя священнического рода. Тяжелая болезнь на последнем классе семинарии изменила жизнь юноши. Он дал Богу обет в случае выздоровления пойти в монастырь. Поправившись, несколько лет откладывал исполнение обета. Сначала служил домашним учителем, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез. Наконец, в 1839 году преподобный поступил в Введенскую Оптину пустынь и начал проходить обычные монастырские послушания, трудиться в трапезной, переписывать святоотеческие книги. Духовником у него был знаменитый старец Лев, у которого молодой послушник научился смирению, ревностной любви к Богу, духовной рассудительности. Вскоре он принял пострих и был наречен Амвросием в память святителя Медиаланского. Затем был рукоположен в Айра Диакона и позднее в Айра Монаха. Тяжело заболев, отец Амвросий был пострижен в схему, после чего стал выздоравливать, но полностью поправиться уже никогда не мог. Он не скорбел о своих болезнях, считал их необходимым средством воспитания души. Со временем преподобный Амвросий стал духовным наставником братья. Ко святому угоднику Божию в Оптину пустынь приезжали люди со всех концов страны. Кроме исповеди старец проводил общие беседы. Желающих набивалась всегда полная келья. «Будьте добрыми и милосердными ко всем, даже к тем, кто вам не благодарен. Именно в милосердии и сострадании заключается настоящая сила», – говорил отец Амвросий. Скончался преподобный в 1891 году. На могилке была установлена часовня и к ней продолжали притекать паломники. В советское время Оптина пустынь была закрыта и разорена. Была стерта с лица земли часовня, но память о великом угоднике Божием уничтожить было невозможно. Люди наугад обозначили место захоронения и продолжали притекать к своему наставнику. В ноябре 1987 года Оптина пустынь была возвращена церкви, а в июне 1988 преподобный Амвросий был причислен к лику святых. В годовщину возрождения обители по милости Божией произошло чудо. Ночью после службы в Введенском соборе мироточили казанская икона Божией Матери, мощи и икона преподобного Амвросия. Совершались и другие чудеса от мощей старца, коими он удостоверяет, что не оставляет нас, грешных, своим заступничеством перед господом.